Пожар в Юрьевпольском В Администрации Юрьевпольского района в доме проживало 20 человек. В настоящий момент они находятся у родственников. Соберем галерею памяти вместе. С таким призывом к жителям города обращаются военные комиссариаты. Речь идет об информации об участниках Великой Отечественной войны. В главном храме Вооруженных сил России планируют разместить интерактивную экспозицию с базой данных об участниках сражения. В настоящее время ведется работа по поиску и систематизации материалов, которые лягут в основе экспозиции. Районные военные комиссариаты просят жителей города оказать содействие и до 1 февраля 2019 года принести имеющиеся в семейном архиве фотографии родственников, которые погибли на полях сражения Великой Отечественной войны, а также ныне здравствующих участников и инвалидов, и тех, кто остался во Владимире после окончания боевых действий. Куб закрыли. Прокуратура города Владимира в судебном порядке добилась запрета эксплуатации здания. Ленинский райсуд пришел к выводу, что торговый центр Куб на улице Чайковского является самовольной постройкой. Собственника через суд уже пытались обязать снести здание, но владелец продолжал его использовать в качестве торгового центра. И теперь Владимирская прокуратура через суд добилась решения о закрытии комплекса. Перед судом предстанет адвокат. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере при оказании юридических услуг. По версии следствия, в марте прошлого года адвоката попросили защищать в суде мужчину, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетних в интернете. В результате адвокат взялся за дело и обещал помочь, и даже больше. Уверил клиента, что за денежные вознаграждения ему на этапе следствия сделают такие заключения, которые в суде помогут избежать строгого наказания. За свою помощь адвокат попросил более 2 миллионов рублей. В результате клиент решил пойти к правоохранителям и рассказать о деятельности своего участливого адвоката. Правозащитника задержали, когда клиент передавал ему очередной гонорар за помощь в размере 300 тысяч рублей. Адвокат свою вину признал и вернул 2 миллиона 400 тысяч рублей. Для того, чтобы рассчитаться, правозащитнику в итоге пришлось продать квартиру. Третий в ЦФО. В эти выходные в Рязанской области прошло первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Наш регион представляли воспитанники клуба «Самбисты» клуба имени Александра Невского. В результате владимирские спортсмены в общекомандном зачете заняли третье почетное место. Отличный результат показал Егор Юнеев, выступающий в категории 40 килограммов. Он занял первое место. Виталий Евдоклимов взял серебро. Третье место досталось Иванов Тюрину и Никите Титкову.